Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня 8 марта, 7 утра. Мы с Муриком вас поздравляем с женским днём, весенним днём, мужским днём и дарим вам сегодня очень хорошую, умную, умную, непонятную, но нужную для любого садовода лекцию. Что такое высокосолевые корни? Мурик, ты пошёл слушать попугайчиков? Ну ладно, иди. Итак, что такое высокосолевые корни? Что такое локальные подкормки? Как примирить минеральное удобрение с органическими удобрениями? Как подкармливать иногда минеральными удобрениями наши растения так, чтобы они были такие же здоровые, красивые, сильные, а самое главное, содержали все витамины, микроэлементы и биофлавоноиды, были полезны для нашего здоровья. До меня о локальных подкормках популярной садоводческой литературе, так же, как до меня о аэрированном капостном чае, в принципе, популярных разговоров не было. Если 5, 7 лет назад, даже 7, 8, 10 лет назад набирать в поисковике, что такое высокосолевые корни, что такое АКЧ, практически было нуль результата. Когда я 5-7 лет назад стал об этом писать, и тем более сейчас, в нашем русскоязычном инете, наберите Яндекс эти слова, вы увидите не тысячи, а десятки тысяч, и даже сотни тысяч ссылки на меня, на других садоводов, которые применяют АКЧ. Так что найти информацию можно. Моя задача сегодня – рассказать вам о локальных подкорманках, о высокосолевых корнях. Популярно. Вы каждый день это видите. Но делаете все наоборот. Вы видите, что любые ваши растения, все деревья, сосны, березки в лесу, на полянке, тянут корни туда, где наибольше развита биологическая жизнь, которая создает для них элементы питания. Корни стелются под подстилкой в стороны. У всех деревьев. И у ваших томатиков, у ваших огурчиков наибольшее количество корней, там, где много кислорода, много воздуха и много влаги. И, естественно, много гумуса, где происходит жизнь. Корни не идут за минералкой в массе своей, на глубину, почвы. За водой идут. Единичные идут. За теми солями, которые в природе для них доступны. Дуванчик, редька, некоторые другие тянутся вниз. Отсюда вывод. Все корни не просто растут, как мы думаем. Как мы думаем. Выкопали яму под нашу яблоньку. Глубиной иногда метр, иногда 70 сантиметров. Положили туда земли, компоста, минералки. И думаем, это питание для корней. Абсолютно не так. Абсолютно не так. корни будут расти там, где будет жизнь. Там, куда вы положите вашу мульчу, органическую мульчу. И на грядках то же самое. Это первая мысль. Вторая мысль. Если, может быть, помнили, когда японцы были на Сахалине, было много рыбки, которая выбрасывалась на берег и можно было ловить под свои посадки, они чаще всего где-то в стороне закапывали эту рыбку. Небольшую. они знали сколько, чтобы не вызвать гниение, зловоние. И всегда корни шли к этой биологической подкормке и оплетали эту рыбку. Бактерии, грибы ее разлагали и получали нужное питание. Вы знаете, может быть, слышали, что возле канализационных труб на глубине не стоит высаживать большие деревья, потому что корни пойдут туда, пробьют трубы, откуда идет запах и просачивается содержимое этих канализационных труб, пробивает их, разрушает бетон. Ну, можно сказать, что на старых кладбищах самые большие деревья, липы, дубы, сосны, которые находят для себя продукты питания. Отсюда вывод. Корни имеют с помощью хематаксиса, хематаксиса всегда растут в сторону максимального градиента концентрации нужных минеральных солей. Это такой закон природы. Поэтому ученые в начале Башкирии лет 30-40 назад начали изучать как лучше вносить минералку в бороздку, в лунку или россыпью. Проделали тысячи, сотни тысяч опытов и доказали, что внесение минералки в бороздку рядом с корнями или в лунку рядом с корнями дает больший эффект, чем когда они тоже количество минеральных удобрений вносят россыпью. Я не буду объяснять почему россыпью вносить трудно. Я объяснял это на всех лекциях. Азот фосфор угнетает микробиоту почвы и растения начинают болеть и чувствуют дефициты. Все минеральные удобрения, которые вы внесли в почве окисляются, вымываются, рассасываются, вступают в взаимодействие друг с другом и всегда то, что мы внесли через недельку, тем более через месяц, в зависимости от погоды, дает обратный эффект. Всегда бывает хуже. Так, вывод. Если мы минералку вносим локально, в небольших количествах, то эффект удваивается, утраивается. Самое главное, корни берут эту минералку локально, а все остальные корни начинают расти сильнее. Фотосинтез, так как первые элементы питания корням делаются доступны сразу, то фотосинтез улучшается, секреты рядом улучшаются, и эффект получается двойной. Мы не при локальном внесении минеральных удобрений мы не угнетаем фотосинтез, не угнетаем секрецию корней, не угнетаем грибы и азотофиксаторы рядом в почве, а улучшаем. Это вывели этот закон башкирский усенок. Я его изучил, прополяризировал и вот уже больше 10 лет испытываю себя в саду. На западе, на западе это знают давно, эти секреты. Они не говорят о локальных корнях, они выпускают различные астмокоты. У нас агрикола выпускает различные палочки агрикола длительного действия, которые вы иногда кладете в горшочек и получаете чудесный эффект. Я считаю астмокот дорого применять, не всегда эффективно, поэтому я покупаю, я сегодня не говорю, о использовании минералки, я говорю о том, что я использую в основном органику, ни астмокоты, ни все остальное практически, у меня есть компосты, навозы, органика, то, о чем я говорил позавчера и последние пять дней, я просто вас учу, как нужно использовать локальные подкорки, не покупая дорогие астмокоты, можно их сделать самим. Вот кошачий туалет, вес несколько килограмм, вот продается для садоводов огородника бентонит, он не очень дорогой, сейчас продается природный почвоулучшитель зеофлора и масса на его основе всяких этих самых. Я беру просто, покупаю недорогие, но хорошее удобрение с хорошим составом, универсального типа, с микроэлементами, но все они хелатированные, когда в осмокоте, там по-моему не хелатированные элементы, и поливаю тот же кошачий туалет, или разбавленным, или неразбавленным, главное рассчитать дозу, сколько, какая концентрация будет в этом кошачьем туалете, сделанной из пористой глины нужных веществ, и сколько вы будете вносить. Это все в интернете есть, написано, есть ссылки, можно посмотреть. Это локальные подкормки. Но я сегодня говорю о другом, о высоко солевых корнях. Вот, посмотрите, я купил для себя, так как я выращиваю рассаду, несколько видов универсального грунта для рассады от разных фирм. Прежде чем высаживать рассаду, я всегда проверяю. Я высаживаю этот грунт фасоль и томатики. И вот, посмотрите, на одном грунте фасоль и томатики через 10 дней выросли такие, на другом грунте состав такой же, фирма ленинградская, цена примерно одинаковая, в таком виде, а в третьем выросла вот такое. Все это подписано, фирмы называть не буду. Это говорит о том, что в каждом грунте содержатся какие-то вещества, которые или усиливают, или угнетают почвенный биот. Они там рассыпаны равномерно. Когда фирма делает грунт, она может это все класть неправильно и у вас получится результат. Нужно проверять. Корни отсюда вывод. Если вы возьмете минеральное удобрение, разведете его по инструкции, ожога обычно корней не бывает, но всегда биота угнетается. если вы это удобрение, концентрацию понизите в 10 раз, то биота не угнетается, корни не угнетаются. Поэтому вывод лучше поливать часто, чем носить большую дозу. Это когда вы поливаете всю почву. Что делать нельзя? Я первые 20 лет в своей практике минералку всегда вносил в разброс поля, где выращивал капусту, овощи на продажу первое время. Пахал, нанимал трактор. сад, когда выкапывал ямы, соблюдал все инструкции, клал туда почву, клал компост, смешивал с нужным количеством азота фосфора, калия, все это считал, был глупенький, молодой, набивал шишки, все у меня портилось, болезни, все мои яблони в первом и втором саду давно-давно погибли. Три раза я уже высаживаю сад. Последний сад я взял на очень плохой земле, которую сверху не перепахивал, сверху мульчировал, вот уже 20-25 лет получается, только листвой и перепревшим навозом со своего участка, а у меня там больше полгектара посажено уже более тысячи саженцев, я их садил просто. Или делал ломиком небольшую лунку, осенью, весной высаживал семена те же яблонь, которые прошли стратификацию весной или просто осенью, по несколько штук что-то съедали мышки, что-то путем естественного отбора вырастало и через год я прививал нужные мне черенки нужных сортов растений. Так я высаживал и вишни, и сливы, и яблони, и груши. Сейчас мой сад можно посмотреть в первых моих роликах ютуба. То есть я понимал, что если во всю площадь корней насыпать минералку, тем более на глубине ничего не получается. Корни будут стелиться поверху и искать, а в глубине, где мы что-то положили, корни сгнивают, болеют, пытаются идти за водой, но мочковатым корням это трудно сделать, и засуху, и наводнение они переносят хуже. также я теперь сажу смородину, другие кусты, черенок укоренил рано весной, или просто черенок осенью, лопата сделал разрез, раздвинул, раздвинул почву, посадил и сверху замульчировал очень хорошей органикой. Первый год, первое время я никакой минералкой не подкармливаю. Ну и наконец перейдем к высокосолевым корням. Здесь все просто, вы это видите каждый день. У вас на окне томатики, у меня сейчас перчики с подсветкой, наступит солнце, если вы рассаду с окна в конце мая высадите в грунт, на солнечном свете лист сгорит. Опытный садоводник, я огородник, садовод выносит на улицу постепенно. Я свои томаты, есть ролики в апреле, когда снег перед высадкой даже в теплицу, я на несколько часов на утреннее солнце, когда воздух прогревается, снег лежит, но воздух прогрелся до плюс 80 градусов на несколько часов, выставляю на улицу, чтобы они обдувались прохладным воздухом, лучи солнца, которые в 10, а иногда в 100 раз светят, дают ультрафиолета и энергии солнечной больше, их обжигают. Все листья приспосабливаются. вы знаете, я укореняю черенки в воде. Как только появляются первые корешки, я их высажу в грунт. Если вы попытаетесь высадить любые свои черенки, которые укоренялись в воде, в грунт с большим комом, эти корни не способны. Они должны сосать воду и минералы с воды. В почве любые микробы их начинают убивать, разъедать. Если успеют отрасти всегда новые корни, приспособленные к вашему грунту, тогда растение само себя спасет, а иначе оно погибнет. Любое семечко, попадая в любую почву, знает, какое там содержание солей, какое содержание влаги. В песке оно отращивает корни, приспособленные к песку. Очень влажные корни приспосабливаются. Пределы приспособления у каждого растения разные, генетические, но одни любят, сосны растут и на песке, и на болоте. У них очень высокая адаптация. Садовое растение практически. У меня на песке в засуху яблоньки погибали, березки погибали также, которые вырастали из семян. То есть корень может приспосабливаться, лист всегда приспосабливается. Ученые башкирские все это изучали. Они изучали под микроскопом, делали биохимические исследования, они показали. Вот они кладут маленькую гранулку удобрения в почву, высаживают растения, кукурузу, ячмень, пшеницу. Корни тянутся к повышенному градиенту концентрации. Полевая эта гранулка вокруг себя создает разный градиент концентрации. Вначале выделяется калий, который распространяется лист в сторону быстрей. Затем идет азот, в зависимости от того, что там больше, аммиачная форма, амидная форма или селитра Н3. Они распространяются по-разному. И создаются облака концентрации. В каждую зону приходит корень, останавливается, начинает отращивать новые клетки с новыми вакуолями, которые способны усваивать отдельно. Там, где больше калия, больше калия, это другие корни. Затем они подходят глубже. Фосфор, он разрушается медленнее. Я раньше применял кристаллики стекла, АВА называется. Там 50% фосфора в воде нерастворимый. Каждый этот кристаллик оплетался корнями. Корни не могут его разъедать, но они выделяли особые секреты. Там размножались особые бактерии, которые могли разъедать это стекло, которое содержит 50% фосфора. И вступали в симбиоз с грибами, потому что гриб тоже иногда не может разъедать минералы. Он выделяет те же сахара, если это эндофиты от растения, несет к минералу энергию, глюкозу. И там кормят. И каждый гриб, который в симбиозе с растением, выделяет нужные секреты, которые привлекают нужные бактерии. Бактерии берут тот же труднодоступный фосфор, дают грибу, а гриб уже по гифам несет корни. Это все очень интересно, это доказали. Мой мурик играется. Ой, он мешает мне, играется и хочет слушать попугайчика. Выйди послушай попугайчика. Вот это есть высокосолевые корни. Я как-то увлекался опионами и делал их сам. Брал минералку хорошего состава, заворачивал в кальку. Калька это полупроницаемая мембрана. Закручивал такие конфетки и закапывал под розы, под пионы и сравнивал. Концентрацию подбирал, толщину кальки, минералов. Корни у всех этих растений подходили к этим минералам, высасывали их и я получал урожай. Сейчас я этого не делаю. Опионы и остмокот я буду принимать, применять только в своих горшечных культурах. Но вам я рассказал самую главную мысль, что высокосолевые корни это те корни, которые идут градиенту высокой концентрации минеральных солей, перестраиваются и способны всасывать отдельной калий, фосфор, микроэлементы и азот давать всему растению. Растение дает в стороны другие корни, которые выделяют много секретов, вступают в симбиоз с грибами и бактериями и ваше растение растет хорошо. Говорил сумбурно, но с настроением я вас еще раз поздравляю. Попугайчики, я думаю, вам понравились, котик, понравился. Я сегодня энергичный, неусталый, утро, 7 утра, вот появилось первое лучи солнышка, так что пойдем работать, делать опыты и вам их передавать. Спасибо.